Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Дар покаяния мне дороже и вожделения сокровищ всего мира. Очищенный покаянием, да узрю волю твою непорочную, путь тебе непогрешительный, и да возвещу о них, братья мои. Вы, искренние друзья мои, связанные со мной узами дружбы о Господе, не посетуйте на меня, не поскорбите о моем отшествии. Отхожу телом, что приблизится духом. По-видимому, теряюсь для вас. По сущности, вы приобретаете меня. Субтитры создавал DimaTorzok Христос Воскресе Дорогие братья и сестры. В эти пасхальные дни вспоминается отец Владимир. Вот картина красного облачения, батюшка такой пасхальный наш. И книга называется «Пасхальная радость». Все связано с Пасхой. Батюка был очень радостным, очень светлым человеком. И ему очень был близок Серафим Саровский, потому что тоже знаем, что приветствие батюшки Серафима всегда Христос Воскресе, а радость моя. Батюка был, этот дух Серафимовский, он как-то очень воспринял. И я так понимаю, что он всегда, когда исповедовал, и какие-то были сложные случаи, он всегда обращался к преподобному, всегда свинялся к его мощам, всех болящих. Всех всегда говорил, пойдемте к преподобнику, помолимся. Все через батюшку. Я даже иногда ему говорил, батюшка, мне кажется, что ты больше обращаешься к преподобному, чем к Материи Божьей. Я как-то больше Матери Божьей, канавкой, все. А он говорит, ну я как-то перед Матери Божьей больше трепещу. Батюшка Серафим, я такой родной, я как-то ближе, я так чувствую. И я слышала, как говорили, что некоторых Дивеева приводит Богородица, а некоторых преподобные. То есть вот кто, у кого, какой покровитель. У батюшки было явно абсолютно покровительство преподобному. Он очень его чувствовал, он даже сприснился, когда он болел дифтерией. Самой сложной, такой страшной болезнью. И вот интересная такая, вот здесь стоит икона. На ней изображен преподобный Серафим, икона начала века. Как известно, канонизация была в 1903 году, поэтому икона, видимо, после этого была вскоре написана, начальность 20 века. И здесь достаточно необычный лик преподобного, видим, он больше похож на Сергея Радонежского. Обычно батюшка более круглорицый, такой типичный русский такой тип. А здесь такой аскетичный очень тип лица. И вот мне привез такой известный историк, Михаил Назаров из Москвы, говорит, матюшка, это икона, мы ее приобрели в антиквартном магазине, и поняли, что она должна быть у вас. Потому что увидели, что рядом тут, оказывается, еще есть предстоящий Арсений. И потом, когда они привезли, мы так вот сравнили, действительно, как они в духе. Вот отец Владимир наш, когда он болел, и батюшка Серафим, да, со всем жизнью, в общем-то, никогда не похожи были, а вот духовно, вот настолько вот они родные были, что даже они и, так сказать, вот телесно оказались похожими тут на друга. Интересно, такое вот духовное, перерастающее, вот такое чисто визуальное, такую похожесть. Хотелось рассказать и вспомнить момент, когда в 2000 году, после того, как уже обитель было много лет открыто, вдруг произошло такое радостное событие, значит, претерей Виктора, у которого хранились остатки вещей преподобного Серафима, и решил передать сюда. Это было как раз на 15 января 2020 года. И как раз привезли эти вещи сюда, вот в обитель. Батюшка был на этом празднике, он приехал после периода лечения в Москве, значит, он пролежал у нас в Москве больше месяца, надо сказать, что лечение было такое достаточно суровое, то есть врачи, которые его вели, они посадили его на сухой голод. В книге все это отражено, но вот как свидетель этого, конечно, подвига невероятного, потому что человек, который уже сам по себе терял весе, вот врачи вот так вот решили, что ему нужно, так сказать, еще предпринять такое сухое голодание без воды, без еды, и он окончательно потерял, так сказать, вообще вес очень сильно, весит очень мало, очень выглядел слабо, вот, и мы его привезли уже, наконец, после этого неудачного лечения, конечно, привезли его в Дивеево, и он был на этом празднике. Вот, и надо сказать, что этот праздник, тоже 15 января 2020 года, тоже оказался очень таким знаменательным в жизни батюшки, потому что в этот день был владыка Николай, и к нему, как мы обратились уже с просьбой, все-таки решить вопрос о постриге, о монашеском постриге, потому что батюшка еще в октябре месяце, когда лежал в больнице в Нижнем Новгороде, получил письмо от архимандрита Кирилла Павлова из Лавры, который в этом письме сказал, что при согласии вашей матушки я думаю, что вам надо принять монашеский постриг, пусть и было благословение старца. Мы обратились к отцу Владыки Николая, и Владыка Николай счел, что пока рано. Ну, как-то, может быть, он верил в то, что батюшка выздоровеет. Вот, а когда он 15-го числа появился опять в обители, конечно, в совершенно неузнаваемом виде, настолько уже истощенном, настолько слабом, было видно, что человек угасает, уже уходит из этой жизни, ну, и владыки как бы напомнили об этом, и он дал добро на то, что вот, как бы, батюшку постричь, значит, Алло Серафимов. То есть этот был день, тоже опять связан с преподобным Серафимом, то есть батюшка Серафимов и в этот день решил такую важную проблему после отца Владимира, который совершился 20 января, в скорости, значит, через 5 дней после преподобного. И перед пустригом, перед пустригом, вот в наш дом были принесены вот эти вещи, которых я вот сказала немножко раньше, вещи преподобника, значит, была принесена шапочка его, пальто его, табуреточка обгоревшая, вот, которая была средиственницей кончины преподобного Серафима, вот, батюшка, в общем, много вещей было, которые батюшка облачился, рукавицу надевал, вот, она будет найти фотографии, все это показать. И как-то это было, наверное, вот таким некоторым апофеозом вообще, вот, любви батюшки к преподобнику, потому что вот и преподобный сам пришел в наш дом, вот, через эти вещи, это была такая радость, батюшка весь сиял, у него прямо прибавили силы, он настолько благоговеренно относился к этому, он прямо чувствовал, что преподобный с аптемным гостем пришел. Удивительная такая, всех просто такая радость была, такое преподнатое настроение, батюшка намного себя лучше чувствовал в этот миг, в этот день. Ну, и хочу еще вспомнить, что предыдущий момент, что когда батюшка болел, дифтерией, то диагноз ему такой поставили, вернее, врачи сказали после его болезни, что осложнение у него и на ноги, и на голосовые связки. Конечно, батюшка зумевал, потому что голос и ноги, это, конечно, для священника самое нужное, самое необходимое. Без голоса он сможет давать нормальный возраст, вести службу, без ног, естественно, тоже быстрых, он не может бегать, ходить на службу и вообще долго стоять на службу многочасовых. Помню, что по телефону, как раз было на юге, мне сказала, матушка, неутешительный диагноз ставят врачи, что поры с голосовых связок, это не восстанавливается, ноги тоже, не знаю, как его восстановиться, так что все очень печально. Ну, батюшка, конечно, не сдался, потому что он был человеком очень оптимистичным и принимает решение опять-таки преподобному. И вот он стал каждый день ездить на источник батюшки Серафима, цыгановку, не близко, вот именно к преподобному, хотя, как известно, у нас в Зевееве вот несколько источников рядом, каждый день он ездил к преподобному купаться. И доездился, все вернулось, и ноги стали бегать, и голос восстановился в той же крепости, то есть это было совершенно чудо преподобного, потому что врачи никакой гарантии не давали, говорили, что, простите, это не восстанавливается, не можем связки обратные натянуть, чтобы они держали. Потому что там как пора искал собой связок, когда человек начинает много разговаривать, у него они начинают как бы не держать волос, и он такой начинает с такой некоторой французский такой прононс, в нос, и батюшка показывал, что вот видите, все, уже я не могу разговаривать. А тут все вернулось, то есть это был у него 75-й год, до его болезни 5 лет оставалось, то есть все восстановилось прекрасно. Так что с преподобным у него, конечно, не говоря о той помощи, которую преподобный постоянно совершал ощутимо во всяких сложных ситуациях, потому что батюшка, как известно, не мог отказать болящим, духовно болящим, то есть он проводил, ну, не отчитки, но, во всяком случае, читал молитвы над такими одержимыми людьми. Есть случай такой, по-моему, отражен в нашей книжке, о девочке, которую принесли просто, ну, она волочила ноги, совсем расслабленные. И батюшка ее говорит, а мы сейчас с тобой пойдем к мощам преподобному. Прямо вот пойдем. Стал ее тащить прямо к мощам, через весь храм, через Троицкий, с правого предела, туда к мощам левой. Вот. И мама, конечно, удивлялась, говорит, да что вы делаете, как бы там, ну, вот она как-то заволновалась, что батюшка такое подхватил. Но это было с такой верой, и, наверное, так вот дерзостно, вот, по-пасторски дерзостно, с такой верой глубокой, что преподобный поможет. Он действительно помог. Так, вот батюшка приложила ее к мощам, и уже выходила из храма, она выходила на своих ногах. То есть, ну, он все приписывал, конечно, это вот, конечно, целительные силы мощи преподобного. Никогда он себе этого ничего не приспалил. Света говорит, это все преподобный Серафим, это с унья. Вот. Так что вот такая связь была с преподобным очень сильная. Поражала, как отец Владимир умел дорожить людьми. Иногда недоумевала. Ну, обыкновенные грешные люди, чему тут радоваться? Даже хоть взять бы и себя, увы, не вижу сама в себе ничего достойного такого отношения. Но открыла житие преподобного Серафима и по-новому перечла. Радость моя. Такими словами встречал батюшка Серафима, Серафим каждого приходящего к нему. Одним словом он согревал самые зачерствелые и заскурозлые сердца, вызывая в них теплоту сердечную, стремление к Богу и добру, которые грешных людей обращает к покаянию, душевному преображению. Внутренний взор преподобного так глубоко проникал в души, что в каждом, несмотря ни на что, он видел черты образа Божия, видел то, чем может быть этот человек, и радоваться его сокровенной красоте. Преданным учеником преподобного Серафима был отец Владимир, и батюшка Серафим наделил его частью своих дарований. Встречаем иногда и добрые улыбки, но, как правило, они ничего не меняют в нашей жизни. Нередко за ними соблюдение приличия. Но отец Владимир не просто радовался нам, он жил нашей жизнью. Но еще бесценнее, он за каждого из нас вызывал всей своей душой к Спасителю. Преображающие действия этой неземной любви ощущали многие приходящие к батюшке. Не могли оценить его только люди, имеющие о себе сильно завышенное мнение. Для таких он мог представляться просто юродивым, тут же мгновенно умаляя себя до последней незначительности. Как сказал о самоуничижении отца Владимира в подобные минуты и романах С, батюшка так вел себя, чтобы спасти другого от зависти. Присутствуя при таких ситуациях, вспоминаешь поведение преподобного Серафима, когда к нему относились с недоверием и сомнением. Читая мысли посетителя, преподобный мог смиренно сказать, Чем могу помочь тебе я, убогий? Поищи кого пограмотней. Осознающие свою духовную немощь принимали из рук отца Владимира пригоршни с Серафимовых щедрот снисхождения, утешения, любви, великой духовной помощи. В ножки кланяемся тебе, батюшка Серафим, за взращенного тобою отца. Раба Божья Нина из книги «Пасхальная память». Матушка, а вот еще такая тема, вот как вот батюшка выдерживался, на него же здесь и клеветали, и тоже сколько вот он выдерживал. Ну, как в основном в духовной жизни, на вот таких вот подвижников, в высокой духовной жизни, враг на них ополчается очень сильно, через людей. Вот эта вот клевета, в первую очередь, как вот он все это выдерживал? Ну да, он очень иногда оскорбел, вот так вот придет сюда, сядет, говорит, ну надо же, вроде бы только что все хорошо было, исповедовал, все нормально, но сегодня уже не здоровится, там про какую-нибудь монахину и все. Ну так он меня старался не посвящать, он вообще был в этом смысле очень такой мужественный человек. Он никогда не говорил о каких-то случаях исповедальных, например, никогда для него Таня Исповедия это просто была табуированная тема, никогда меня ничего не раскрывало, даже где-то, может быть, случаев. Иногда просто сядет, так и говорит, Боже мой, матушка, какие судьбы, какие судьбы, как же страшно, какие же у нас бедные женщины русские, сколько они выносят, какие ужасы. Вот я понимала, что вот он все эту тяжесть, все это выслушивал, все эти боли. То есть это было служение, конечно, просто такое колхозкое, я бы сказала, не боюсь даже этого громкого слова, потому что просто вот действительно, ну где-то написано, что священник должен просто быть на распятий, тогда он действительно спасается, иначе он просто не спасается, потому что трудно спасти священника, потому что ему данная огромнейшая власть, через таяц тут помогать, ему должны быть очень жертвы, он себя забывает, естественно, себя отдавать, себя, ну и батюшка это как-то вот с честью исполнял, и все выслушивал, и, конечно, эти бесконечные исповеди, все такие судьбы, потому что, ну, был бы он на приходе, наверное, это было бы более спокойное служение, а поскольку это вот монастырь такой, который приезжали как лечебницу со всех концов вообще, света, конечно же с тяжестями, с болью, и с желанием, может быть, вот так вот как-то вот вывернуть свою душу, встречали батюшку, который готов был это все выслушать, все принять и утешить, вот, как раз к месту будет рассказать, недавняя поведа, очень интересный случай, монахиня Марина, такая нашего монастыря, вспомнила, хотя уже вот 18 лет, так всего в этом году, с батюшкиным уходом, вот она вспомнила такую историю, значит, монастырь поручил ей привезти в обитель из Нижнего Новгорода семью, видимо, это были друзья наших благодетелей, которым, по-моему, цветы поставляли в монастырь, в общем, семья была, состояла из мужа и жены, которые потеряли единственного сына, закончившего жизнь самоубийством, то есть свой сын закончил, естественно, это была тяжелая ситуация, муж начальник, неверующая, жена вроде бы уже воцерковленная, и вот этой мать Марине монастырь поручил привезти их в обитель, она поехала, встретилась с этой семьей, которые уже хотели поехать сюда, говорит, садимся в машину, да, заранее она договорилась с батюшкой, с батюшкой, что батюшка, я вот привезу мужа и жену, надо, наверное, будет исповедовать их, ну, конечно, привозите, я как раз исповедую все, ну, вот они рано выехали из Нижнего Новгорода, едем в машине, говорит, и муж сидит рядом, со своим водителем, я рассказываю, говорит, сзади сижу с женой на заднем сиденье, рассказываю о Дивееве обители, муж слушает об обители, вот, и периодически поворачивается, там, мне, говорит, только имейте ввиду, я исповедоваться не буду, в некоторое время опять рассказываю, значит, вот, такое доб 만들, очная же, такие бачки хорошие, можно там поисповедовать, имейте ввиду, я исповедоваться не буду, конечно, ну, так, значит, это самое, едем, 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 приезжаем, приходим, говорит, монастырь, все, ну, идем в правый предел, где батюшка исповедует, Батюшка исповедует кучу народу, я говорю, ты ему так делу знаешь, что люди пришли, он да-да-да-да, оформил. Ну и значит, жена стоит как бы поближе, ну а муж так вот заложил руки за спину, значит, ну и так, по хозяйски, так сказать, как не верующие люди, все смотрят, вот такие вот, значит, это иконы, люди, все, смотрят, держатся, доволен, так сказать. Ну а батюшку, значит, так периодически метнет, он говорит, оценит ситуация, обед, он смотрит, просто посмотрит, обед, он смотрит. Ну это значит, обославляет, все отпускает, вот, и делает такой резкий рывок этому мужчине, говорит, ну пойдем за дорогой, и вот берет его, значит, на кропечки, ну и, и тут, естественно, ну не будет же в монастыре, так сказать, так брыкаться, так, ну, так сказать, несколько так это не смутился, ну, ведет уже к аналою, батюшка, значит, начал на что-то сначала, говорит, так это, пока-то что на дистанции, садился, ближе, ближе будет, склоняется, потом говорит, там, раз, так и руку положи, и человек начал летать, представляете, он начал летать, он под его рукой, батюшка начал гладить по плечу, говорит, ему говорит, и гладит, и выгладит, и говорит, и говорит, где-то на 20-30, он его исповедовал, он говорил, он его утешал, потом его повел, значит, ближе к, этому самому, к Амвону, чтобы, так сказать, вот, ну, не видели его слезы, там, говорит, ну, ты постойтесь, постой, помолись, вот, оставил, вернулся, значит, взял жену, буквально две минуты, я быстренько исповедовал, ну, значит, это, вот, смотри, и говорит, это что ж такое, его полчаса, а меня две минуты, говорит, ну, он же церковный человек, ему уже больше нужно было, ну, и что, вот, монахиня говорит, что, когда они сели в машину и поехали, то, значит, вот так вот, глубоко задумавшись этот мужчина, повернулся к нему и говорит, а что это был за батюшка, я бы к нему еще раз приехала, вот такая вот была митоморфоза, вот, как это батюшка умел, это просто удивительно, я иногда ему говорю, слушай, ну, как ты так вот легко, раз, вот, пробиваешь вот эту коросту, как говорится, человеческую такую вот, вот, невероятную эту заскорузность, я говорю, теряюсь, вообще чувствую себя, как бы, я не могу даже о Вере говорить человеком, который неверующий, и мне просто, я начинаю думать, что вот он скажет, ну, опять вот тут, типа, заливаешь свои сказки, я просто теряюсь и замолкаю, говорю, а ты просто смело, просто вот, как хирург, ну, так называли, что, как хирург, действительно, он и сам говорил, матушка, времени нет, церемонится, говорю, гадюшка, почему ты так вот быстро иногда прям, раз, 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 вот, все, ну, как пути, время-то взять, раз, все, взрезал, гной, выпустил, сошил, все, иди, то есть вот действовал, и так вот, очень, так вот, по-хирургически, вскрывая все эти язвы, очень умело. Помню одну вызывающую одетую девушку в мине и с прочей атрибутикой пренебрежения к храму его устоим. Батюшка неожиданно взял ее за руку и притянул к исповедальному аналою. Далее происходило ошеломляющее. Отец Владимир что-то произносит ей в лицо, очень серьезно, с большой силой, потом становится понятно, что он шутит, но в ответ на первое и второе неприятие и отталкивание – скалы. Через минуту батюшка берет ее за руку и стремительно ведет сквозь толщу народа к святым мощам преподобного Серафима. Здесь он начинает класть земные поклоны, которые невольно приходится повторять его спутнице. За краткое время с девушкой произошла разительная перемена. Батюшка возвращался с человеком, обливающимся ручьями слез. Далее последовала некороткая, первая в жизни исповедь. Не забуду уходящую девушку, это была новорожденная. Только что откровенное неприятное лицо превратилось в подлинно человеческое, страдающее. Оно полностью лишилось скрывавшей его отталкивающей маски. Это новое выражение не могли испортить разводы от потекших ресниц и распухший нос. Оно запомнилось, оно стало притягательным. И сколько подобных ярких картин. Вспоминает духовная дочь отца Владимира Лариса. Однажды я совершила тяжелый грех и еще не вполне осознала, что натворила. Исповедовалась у батюшки в келье. Вдруг он упал на колени, залился слезами и воплил. «Господи, прости ее!» Это было с таким видением моего преступления, что я, сама того не ожидая, вдруг повалилась на колени, как действительно перед Богом, и плакала, как никогда раньше. «Господи» Что меня всегда удивляло, он все-таки был журналист, и как бы вот такая вот его профессия, она была таким замечательным фундаментом, который потом его кваснуло, его пастырство. Потому что, когда приходили люди самых разнообразных профессий, он всегда мог найти с ними тему для разговора. То есть с химиком, вот смотрю, вот какие-то о химии там говорят, с врачом и врачи, о врачебных всех моментах этих, там с историком об истории, с оконописцем уже орифаси, там, как это вот все там рисовать. В общем, удивительно, то есть совершенно внутристоронний такой человек был. Вот. И очень любил стариков. Вот это может быть он сам деревенский был, и все бабушки в деревне даже говорили, что «Владик приедет, ой, как у нас всех расцеловит, всех бабушек все». Очень любил, не гнушался некогда старыми людьми. Вот. Как-то ценил вот эту, конечно, пережитость их, вот это вот все скорбное житие, потому что советский период, конечно, вообще XX век, тяжелейший был для страны. И вот все это люди, которые принесли и пережили войны, все потери, конечно, тоже удивительные совершенно были люди, он их всех ценил очень. И все чувствовали эту любовь. Вот. И с молодыми, и с старыми всегда могут найти общий язык. И с людьми высокого интеллекта тоже, и с людьми совершенно простыми. Вот это была уникальная такая особенность. Ну, поэтому я, наверное, стал таким веселым пастырем, которого все стремились и любили. Ну, помню, еду из Лавры как-то, Сергевой, ну, и в электричке. И тоже смотрю, верующий человек там сел. Ну, я какую-то книгу читала, что-то мы с ним заговорили. И говорит, да это вообще-то Езивеево. Езивеево, Лавры, Любовь тоже, это подобные Сергея. Да что, говорит, а я вот у Дивеева тоже люблю ездить. Там, знаете, там есть такой батюшка. Я понимаю, что это сейчас будет рассказ про моего батюшка. Я, конечно, ничего не говорю, выслушиваю это все. Вот. Ну, думаю, ну, надо же, там штук десять батюшек у нас. Вот обязательно, значит, запоминающийся сам это вот отец Владимир. Вот как-то все его очень запоминали и до сих пор вот помнят эти встречи с ним, даже мимолетные, может быть. Очень много рассказов выслушиваю. Это все так вырезалось в память, что поразительно вот делаю вывод, что как бы и смерть, и вот разлука, и время, они совершенно не властны над любовью сердца. Вот если вот сердечно вот что-то затронуло человека, то это просто не имеет срока давности. И вот этот момент встречи не покрывается совершенно никакой пылью времени. И даже наоборот, как бы вот обратная перспектива получается, что чем больше времени происходит, тем ближе как-то человек приближается. Это тоже такое открытие удивительное, что батюшка с нам становится ближе, роднее. И воспоминания эти прибывают, несмотря что приближается уже 20-летие памяти отца Владимира. Вот это все так живо. Потому что это истина. Это, конечно, все по Богу. Батюшка всех во Христе именно любил. Очень искренне. Ну вот. Матушка Ирина, а вот еще, что Вы можете сказать о таком редком качестве сейчас в людях и в батюшках сейчас настоящих? Это вот именно качество нестяжательности. Вот об этом тоже в книге написано было, что батюшка был очень нестяжателен и все раздавал, как бы и помогал и бедным, и даже из семьи брал, а давал чужим, нуждающимся. Вот что-то по этому поводу. Может быть, какие-то случаи. Ну, это много интересных случаев. Один рассказала у нас там на вакте, одна матушка была. Она говорит, батюшкам, что батюшки что-то дали с канона. И он, видимо, должен был вернуться из притвора в сам храм. И вот он попытался, значит, войти в этот храм, а в этот момент из храма выходила какая-то бабулечка. И получилось так, что они столкнулись, и вся сумка батюшкина, она, значит, опрокинулась. То есть она рассыпалась по полу. Батюшка быстро оценил ситуацию, схватил бабушкину сумку и все туда запихал. То есть он как бы это вот адекватно абсолютно учившемуся, и у него последовала реакция. То есть раз у меня все упало навстречу этой бабушке, значит, это принадлежит ей. Вот это вот просто характерный такой случай, показывающий, что батюшка был очень действительно жертвенным, очень щедрым. Даже были такие комичные моменты, как-то раз я помню, мы тогда очень скудновато жили, жили еще в Череватово, в чужом доме. Не было у нас этого замечательного большого дома, который у нас возник после того, как отец ему ушел здесь жизни, и мне досталась как бы московская квартира, и получилась возможность ее продать и купить этот дом в 95-м году. А так вот мы, когда переехали в конце 91-го, вот мы вот эти 4 года так по чужим углам там скитались. Вот, и батюшка вот это еще диаконом, ну, это были 90-е годы, естественно, было скудновато. Ну, и вот ему там дали сканоны, там, наверное, банку сгущенки, там, какую-то банку сайра, там, чего-то. И мы с ним идем на остановку, значит, по Дивееву, и встречается нам знакомая, которая работала на почте, местная как бы женщина. Мы с ней что-то поговорили, она тоже ездит к Боголюбову, тоже как бы чадо отца Петра, мы так вот поговорили. И батюшка вдруг так, он всегда не мог так просто расстаться, он открывает эту сумку, достает эту сгущенку, эту банку сайры и здесь перекладывает ей сумку. Ну, значит, мы все распрощались, и я говорю, батюшка, я вот не понимаю вообще, у нас двое детей, вообще почему надо отдавать, говорю, человеку, который здесь живет, Дивееву вообще, говорю, отдавать вообще самые лучшие продукты? Ну, как-то так несколько надулось, знаете, по-хозяйски так вот полагается, хозяйке дома, которая, так сказать, отвечает за материальную сторону жития, ну вот, ну и вот так это, ну как бы, что тут скажешь, он по факту уже повинился, вот, ну и вдруг, значит, на следующий день он прибегает мне, говорит, ну вот, смотри, все тебе Господь вернул, точно такая же банка сгущенки и точно такая же банка сайры, все, не переживай, все Господь возвращает, вот такие были случаи. Ну, естественно, когда, знаете, так, насчет как бы средств тоже, ну иногда вот батюшка поговорит, да, как-то человек говорит, батюшка, вы помолитесь, он говорит, ну ты что, мне не нужно ничего, ты что, как-то так всегда смущался. В этом смысле, да, вот он нестяжательный был, очень-очень, он очень тонко чувствовал эти моменты, вот, какого-то, такого вот, ну ответственности вообще за те средства, которые ты можешь взять у человека, вот, и какая-то, получается, зависимость, как-то вот очень, ну в этом смысле была очень большая корректность такая, да, то есть он совершенно не свободен был, вот это вот стяжание. Вообще он очень, он, говорю, что вот этот случай, который я такой, такой житейский рассказала, он абсолютно знал вот этот вот, как говорится, механизм духовный, что ты отдал, тебе Господь вернет, и даже больше вернет, и лучше вернет, и никогда тебя не оставят. Вот как у Паисии сказано, да, что Господь подряд мне в карман, я освобождаю, и еще Господь никогда, так сказать, не нарушил своей заботой, своего обещания, и он знает, что из-за того кармана я раздаю, а другое мне напомню. Поэтому, так что, бабочка был свободен от этого, там, абсолютного достижения, и как-то это все было, не знаю, очень смиренно, смиренно я такой житей был, да. Потом он, знаете, что он очень не любил, когда сокращают дистанцию, потому что бывало, что, ну, как бы батюшка такой был, знаете, душевный человек, и такой приобнять, там, что-то пошутить, и иногда человек так расслаблялся и считал, что вообще, так сказать, ну, можно и сократить дистанцию, так раз, там, ну, ты, бать-то, чего-нибудь. Ну, батюшка сразу же переходил на вы. То есть он видел, что это, как бы, не должно так, не надо. Вот я, да, по-пастырски так могу, но тебе это непозволительно. Вот в этом смысле тоже удивительно было. Он так вот сразу раз и дистанцировался, потому что знал, что дальше могут быть какие-то такие вещи, что придется еще более жестко действовать. Поэтому вот сразу вот, когда человек малейший вот сделает шаг такое понебратство, он сразу установил его вот такие границы правильные. Вот у него тоже такое будет, что вроде бы, да-да-да, такое просто пошутить, там, руку было дурить, посмеяться. Но вот когда начинает какое-то покушение такое на статус, священство, ну, тут уже, конечно, нужно поставить человека на место. В этом смысле тоже у него все очень было правильно. Батюшка Владимир Шикин у нас был духовный отец. И мы приехали сюда, и вот он благословлял, но он уже был очень болящий. Вот, и потом мы перешли к его другу, 7 лет они дружили. Вот этот шкафчик с его комнаты, вот, и его ручкой трогался. Он этот дом освящен, батюшка Владимир. И тогда уже была видна его прозорливость. Мы когда переехали, в очень тяжелом состоянии было. Мы подряд два раза переехали, двое детей в больницу. Меня тоже в больницу ложили. А он, ну, кто еще будет за детьми ходить, и все. Я не могла в больницу ложиться. Очень много работала. Работа такая посуду была день и ночь, за копейки. Вот, и он когда зашел, а мы только переехали, везде ящики, коробки нераспакованные, столик в зале черненький красивый, заставлен посудой несвежей уже. И брат заводит батюшку. Я как увидела, говорю, батюшка. И стою, не помню, тут некуда ни сесть, ни положить, ничего. Чего мне делать? Я стою сама, чуть не падаю, и батюшка находит. А он на меня так глянул, говорит, не волнуйся, не волнуйся, не волнуйся, раз, раз, убрал тарелочки, положил книжечку, глянул на меня и ущипнул за нос. Меня вот так. Я так думаю, батюшка и за нос щиплет. И улыбнулась. Я тогда поняла, что если бы он сейчас меня не ущипнул, я бы еще, наверное, полгода не улыбнулась. Потому что в таком тяжелом состоянии было все вокруг. И он никакими у меня ни проповедями, ничем не мог бы пронять. Никакими словами. Только что я сего-то еще гнул-то за нос. И сестре моей помог. Она приехала, у нее не за что было дом строить. Ничего, он ей дал три тысячи, хотя сам небольшие имел. У него небольшой дом сейчас. И потом он мне взял эти деньги. И потом сестра мне рассказывает, у нее инфаркт или судбольт. И позвоночник недвижимый, и все, жизни в теле нет. Она подошла к его могилке, к его кресту, стала спиной прямо к кресту и чувствует, как вот движется. Движется что-то, как жизнь. И стала на поправку, на поправку, лучше и лучше. И батюшка очень много помогает. Мне, значит, Бог послал фотографию. И от его могилки идет свет. Прямо как столб светящийся. Подхожу однажды, а матушка прямо на могилке фотографии раздает. Я говорю, это что у вас такое? А вот, говорит, за батюшку говорят много разного плохого там все. А мы не верим, мы его любим. И вот она также попалась под влияние. И она под сомнением, как бы не поверила ей, не поверила. И так отошла просто в смущение. Она отошла и не стала подходить к нему. Проходит время, она приехала в другой город. К ней подходит священник и говорит, что это у вас на могиле? Чья это могила? Я фотографировала просто очень богатое цветение. А от могилы вышел свет. Столбом идет она. Это могила батюшки Владимира Шикина. Ее хорошо видно. У него там большое распятие. И ей, говорит, как ток пробил. Что, как ты не веришь, когда святой такой горник, у него свет идет от могилы? Это о будущем мощи, о святое будущее. Вот. И она приехала, пришла к матушке Ирина, делает земной поклон и просит прощения. А матушка Ирина тоже земной поклон ей делает и просит в свою очередь прощения. Я тоже после этой фотографии ходила матушке и просила прощения, делая земной поклон. Что люди говорят, а у меня какое-то появилось как бы смущение. А теперь, говорю, оно все развеялось и простите меня. А матушка мне тоже земной поклон делает и тоже просит прощения. Так что сколько людей к нему обращаются. Раиса на 120-м живет. Она все, он ей предлагал в чадо. Она, говорит, она поременила, как-то протянула. А потом, когда он почил, и он явился и во сне, говорит, Раиса, а ты записочку о здравии напиши и свое имя там напиши. Вот как он считает, что я духовный отец и наставник. Так он к ней после смерти даже являлся. И очень многие люди обращаются. И огромная идет помощь людям. И сама даже прихожу, беру святую земличку с его могилкой. И тоже кушаю, вокруг дома посыпаю и цветочки беру с его могилки. И тоже раздаю людям. И каждый раз на день его памяти собирается множество народа. И всем он помогает. Такой божий водник. Вот и книги розданы. У меня кто-то забрал книгу. Ну, почитайте, как-то забыли. Я говорю, Баришка, дай мне свою книгу. В Новороссийск приехала, лежит на столике книга. Вот он уже. Даже в Новороссийске он не вернул. Я с радостью взяла. Как огонь, как огонь душа. Он за свою жизнь три жизни прожил. И всем помогал. Любому человеку. Он мог выбрать. Стоит группа. Он выбрал кого-то. Крестом как раз и сразу бес вылетает. Да, такой величайший божий угодник. Так что обращайтесь и верьте, что он помогает. И будет вам огромная помощь. Этот случай запечатлел батюшки на самопожертвовании. Чувство себя виноваты перед отцом Владимиром и его матушке об этом не рассказывало. Страшно сказать, что мы не понимали его. Не были открыты наши глаза на глубину его духовного подвига. Нам было с ним легко и просто. Ну, как с родным отцом. А понять, кто он такой на самом деле, я не могла. Одна моя подруга позвонила перед Рождеством вся слеза. Говорит, что муж заболел раком. А у них дети маленькие. Мальчик и девочка. С каждым днем хуже и хуже. Давно в больнице. Полностью облысел от химии. Она, к сожалению, неверующая. Так вот, мирская семья. И другого выхода нет. Она знает, что мы к церкви поближе. Но я, конечно, к батюшке. Жалобно прошу. У меня подруга. У нее детки такие хорошенькие. А муж заболел раком. Помогите. Пусть приезжают, конечно. Пусть приезжают. Они приехали чуть ли не ночью. Батюшка принял их очень тепло. Отслужил дома молебен. О здравии раба Божьего Евгения. Отдал столько времени. Разговаривал. Долго его исповедовал. А когда просил о них, он предупредил. Ты знаешь, только чтобы не было такого, я что-нибудь сделаю, а они тут же в карман за благодарностью. И так мне наглядно все изобразил, как будто воочию видел. Ну, как все потом и было. Закончился молебен. Они, руку в карман и так далее. Все это видел мой супруг Дмитрий. Так неудобно было. Они предлагают деньги, а батюшка отказывается. Он им велел повенчаться. И многое другое. Они все сделали, но не повенчались. Еще раз к батюшке приезжали. Болезнь прекратилась. Сначала перестала прогрессировать. Делали анализы. Кровь в какое-то время еще была плохая. В течение полутора-двух месяцев произошло полное исцеление. Без всяких остаточных явлений. Врачи глазам своим не верили. Благодаря этому пришла к Богу Наталья. А Женя, ее муж, он как бы ничего не понял. Сейчас вместе они не живут. Боюсь, что он опять заболеет. Она работает главным библиотекарем лицеи в Нижнем Новгороде. Возит детишек по монастырям. Господь открыл ей сердце. И она тянется к Богу. Считает чудом свое обращение. Но с мужем у нее никак не настраивается. Отец Владимир заболел вскоре после этого. Наташа очень переживала. Когда батюшка умер, Я ей звонила, а она говорит. Не знаю, как тебе это сказать. Я даже не могу сама понять. Но Женя, когда узнал, что батюшка болен, Рассказал мне, что на исповеди, Не умея ни в чем раскаяться, И будучи в отчаянии, Он услышал от отца Владимира. Ты не волнуйся. Не расстраивайся. Я все твои грехи беру на себя. Болеть ты больше не будешь. Она мне говорит. Знаешь, я не понимаю, ради чего. Ведь он, мой Женя, ему совсем никто. Он сейчас все равно в храм не ходит, Ушел от детей. Разве такая жертва может быть принесена? Возможно ли разве такие жертвы приносить, Свою собственную жизнь отдать За незнакомого человека? И совершенно не верующего, Ни за сына, ни за кого из дорогих, А просто. Раба Божья Ольга Из книги «Пасхальная память» Многих не справляющихся поддерживал батюшка. Одна из немогала от уныния. Батюшка, мне так тяжело. А он... Подожди, я сейчас пойду в алтарь, Выну за тебя 40 частичек. И сразу пошел. Она поделилась. И мне немедленно стало так легко. Он мгновенно откликался на все самое последнее. Смирение у него было необыкновенное. Как-то старшая сестра на скиту на него накричала Без всякой батюшкиной вины. Он упал на колени. «Прости меня!» Это ведь священник. И пред всеми смирялся. Многие его не воспринимали, Не ценили. Кто-то посмеивался. Не понимали, что это настоящее смирение и любовь. Одна сестра хотела уходить из монастыря. Было жуткое искушение. Она часто исповедовалась у отца Владимира. «Все, батюшка, ухожу, больше не могу». А он «Не уходи, ты там погибнешь!» И заплакал. Слезы так и полились. «Батюшка, никуда не уйду, только не плачьте!» И она осталась одними этими слезами, удержалась в монастыре. Молитвами отца Владимира ей стало легче. Тем, кого поддерживал, он отдавал все свое сердце. Это же сама любовь Христова. Одна она, без выбора, обращена ко всем. Духовная дочь батюшки, послушница им. Из книги «Пасхальная память». Кроме гостиничного, было у меня еще одно очень тяжелое послушание – ухаживать за парализованной больной, которая умирала от рака. Она не давала покоя ни днем, ни ночью. Все время мы дежурили подле нее вдвоем с медсестрой. И вот однажды она прибегает ко мне и сообщает, что Людмила умерла. Пульс не прослушивается, дыхания нет. Я бегу за батюшкой Владимиром, чтобы он прочитал отходную. Отец Владимир взял святые дары и говорит, «А теперь бежим причащать ее». А я ему, «Она же умерла». Он в ответ, «Ничего, Бог ее воскресит. Только не забудь крещенской воды захватить и побыстрее». Он побежал, я за ним еле-еле успеваю. Задохнулась. Приехал сын, не застал ее в живых. Убивается, плачет подле матери. Отец Владимир стремительно вошел в келью. Окропил усопшую водой. С молитвой окропил все вокруг, осеняя стены кресту. Перекрестил ее и произнес, «Людмила, вставай, я тебя причащать пришел». Мне стало почему-то очень смешно, я даже немного хихикнула. «И что вы думаете?» Она вдруг открыла глаза, взгляд мутный. Батюшка ее еще раз окропил, благословил, и она зашевелилась, ожила. Я была в ужасе. Осталось трое свидетелей этого события. Медсестра, сын Людмилы и я. То, что больная не умерла в этот раз, было немаловажным для ее судьбы. После этого она приняла монашеский постриг. Батюшка заходил к ней почти каждый день. Отдавал уйму времени, много с ней возился. Парализованную, полностью неподвижную, поднимал на ноги и заставлял ходить. Для нее это было очень тяжело, так как были сильные боли, и она очень на него роптала. Но он шутил, надо, надо тебе ходить. Как говорят врачи, органы мертвые тела не обслуживают. Конечно, она стала его духовной дочерью. Батюшка отдал ей огромное количество сил. Она даже скончалась сразу вслед за батюшкой. Вот свидетельство о батюшке Владимире Шикине. Мой сын покойный, Алексей, заболел. Мы много работали на строительстве дома, и он сильно разболелся. И попал в больницу. И врачи не могли поставить диагноз, и так ему было все хуже и хуже становилось. И у него, значит, говорили так, что у него туберкулез кости распадается позвоночник. Батюшке Владимир Шикин, у нас духовный отец, и он сказал забрать его с больницы. Мы пришли забирать, не отдают заведующая. Говорит, пишите расписку. Человек молодой, 18 лет, очень серьезно распадается позвоночник. Вы можете сделать инвалидом человека. Ну, раз батюшка благословил, мы написали расписку и забрали его с больницы. Батюшка дал нам массажиста и велел ему окунаться в источник. Как он мог окунаться? Потому что он тяжело передвигался. Как-то очень с расторонением он окунался. И погода тогда была минус 33. Но все-таки он окунался и лежал тогда на полу. И приезжал массажист и делал массаж. И через неделю-две он перестал стонать. И потом он поправился. И когда его уже брали в армию, то у него все показания отличные были. Никакого распада костей, ничего. Его даже в морфор хотели брать. Ретретка такие здоровые бывает. Вот так вот по благословению батюшки Владимира сынок поправился. Но потом было в Москве повыщение. Божья машина его сбила насмерть. И вот помяни Господи, сыночка моего любимого Алексеева, царствия. Спасибо Господи. Еще батюшка у нас очень любил при помазывании, значит, на все ночные бдения, когда шло помазывание, он любил, значит, помазывать не просто лоб, значит, такое микрособорование, несколько, так, значит, помазать лобико, глазки, ушки. Вот, если быстренько разрисовать, вот, и я как-то ему говорю, батюшка, понимаешь, когда ты это помазываешь, уже никто не слушает службу. Все смотрят, как вот отец Владимир помазал. Кому он глазки, кому он носик, кому что, говорю. Это что такое, говорю. Уже все смотрят, говорю, как театральное представление. Да ты что. Говорят, да, батюшка, не надо так. Ну, да, да, конечно. Ну, проходит две недели, опять его ставят, значит, помазывать. Опять то же самое, все помазывается. Лобики-носики, ушки-корлышки. Ну, я такая дуна, ну, бесполезная, тут такая, значит, строгая, брови нахмурила, подхожу к нему так, сурово, не улыбаясь. Понял, 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 понял. Значит, потом, значит, рассказывает одна, две сестры, две подруги были, Лену плюс Лену мы их называли. И вот одна из них, она, значит, очень такая была в себе неуверенная, лично она, значит, так. Лена, ну, у меня поток правильно помазан, а все недавно, да, все тут хорошо, все такая, значит, такая, все в комплексах таких. Ну, в общем, они приехали тоже к Телееву, ну, он когда-то исполезнулся, бачки, он их знал. И тут они, значит, идут от помазания. И первой идет вот эта Лена, которая, значит, такая, все неуверенная в себе. А сзади вторая. Ну, вот ее первая, значит, подходит к батюшке. Батюшка же такой помазал, и что-то было, раз, я ей и на ушку сказала. Она так вспыхнула, значит, вся такая, такая снежная, значит, отходит. Ну, вторая Лена тоже помазала, и она подходит к ним, Лена, что-то такая красная, что тебе батюшка-то сказала. Ой, она мне помазывает, говорит, ну, красивый, красивый. Вот что, так вот ее обличили. вот бабушка такая идет значит смотрит, что он всех помазывает и значит она тоже так подходит знаете, у бабушки есть такие, комсомолки, пионерки такие подходит ему дерзость, а он ей так лобик строго помазал а она ему говорит батюшка, а ушки? а ушки на макушке значит распал бы кисточкой и все будет мне тут командовать у него совершенно были разные реакции если он мог как-то вот одной какой-нибудь такой фразой тоже сестры с вами нами бывало, говорит, идешь такая грустная по территории монастыря вдруг летит отец Владимир забегает на бордюр сам и снимает скуфю издалека кричит, мать Надежда нет дороги унывать и все, улыбаешься сразу и радостный пошел батюшка умела повысить настроение или там, например, рассказывали, как бежит за ним значит одна мама там сына, который в армии кричит отец Владимир, а он уже бежит домой отец Владимир, помолитесь за моего сына в Чечню отослали волнуюсь он уже на бегу кричит говорит, как имя? она пачка, Вадим! он такой скуфейку Вадим, я всегда с ним! и побежал очень был жизнерадостным человеком и когда даже уже совсем была немощь такая он уже лежит говорит, матушка, не волнуйся мы еще повоюем то есть в самые-самые сложные моменты все равно старался не показать этого всегда был очень мужественным человеком даже боли своим всегда стреляли в Царство Небесное тебе, батюшка ты всегда живой с нами это был человек редкой доброты широкой души с обыденными человеческими погрешностями он и до священства опекал множество людей особенно находящихся в горестных обстоятельствах батюшка необыкновенно настрадался в жизни был непривычно и как-то мудро сострадателен ко многим и вот каждый день мы видим в монастыре священника который всегда торопится постоянно окружен народом так что невозможно приблизиться батюшкино смирение проявлялось в его доступности многочисленным и самым разным людям у него окормлялась художественная и литературная интеллигенция иногда к дому подъезжали на блестящих машинах тут же толпились самые простые в том числе убогие, грязные и больные батюшка не отклонял ни одной искренней попытки принести покаяние сколько их было людей, которым батюшка безоглядно не помня о идее и отдыхе бросался на помощь он не мог выносить зрение чужой погибели батюшка спешил к людям, как бросаются в воду спасать утопающих число страждущих постоянно увеличивалось они окружали батюшкину жизнь как будто специально по какой-то тайной договоренности к отцу Владимиру шли и ехали люди в особенно тяжелых ситуациях не помню, чтобы он кем-то пренебрел то есть люди вот помнят, простые люди помнят эти все случаи, помощи им Лилочкину как-то помогал так что был такой имен был народный батюшка называли, народный батюшка циста дзима бывало автобусы приезжали, огромное количество народу и всегда естественно ну и с автобусами, с маловниками так циста дзима справиться все эти автобусы все я говорю, конечно, батюшка ну ты, я смотрю, уже общую исповедь устраиваешь ну как-то не положено вообще-то ты все прямо вместе а что делать, говорит, матушка, что делать не успеваю я же понимаю, они готовились я же не могу, чтобы точно не утешил от меня кто-то отошел это приходится так всех вот поставлю на коленочки всем читаю грехи потом каждому подхожу, разрешаю и спрашиваю, что-то еще есть что-то сказать вот так вот а как я справлюсь с этой толпой? как? не успеваю физически, по времени а надо, чтобы все прошли что вы думаете? после его смерти люди мне говорят ты знаешь, матушка, как мы каялись на таких исповедях мы все рыдали просто мы все рыдали мы стояли на коленях потому что батюшка с нами тоже рыдал вот он все читает каемся и мы каемся и в голос мы каемся и плачем и у нас такое покаяние было, говорит соборное покаяние не хуже, чем у Анны Каштатского когда он такие вот массовые следы проводит поэтому, говорит ты зря батюшку своего ругала потому что мы действительно раскрывали все души действительно вот у нас был такой порыв очищения так что батюшка умел работать с толпой ну, известно, что он очень любил всех организовать потому что понятно, что люди стоят и нервничают пройдут они, не пройдут на исповеди и батюшка очень умело мог вот так вот какой-то человек поисповедует вдруг поворачивается к толпе и говорит братья и сестры давайте сейчас помолимся за раба Божьего Константина который сейчас на тут вот на Евангелии дает обет бросить курить давайте все помолимся за раба Божьего Константина сделай поклончик понимаете, вот эта вот соборная молитва во-первых, человек тоже понимал, что за него столько народу помолилось ну, как он вот этот обет нарушит после смерти батюшки я получала несколько писем которые были написаны дорогой батюшка в прошлом году я был у вас на исповеди вы меня убедили бросить курить сообщаю год уже не курю абсолютно никакого желания а ведь до этого курил по несколько пачек в день то есть вот такие вот когда батюшки готовые такие победы были ну, вот и так старался всех привлекать понимаете то есть он даже умел работать с толпой чтобы никто, так сказать, не переживал он умел всех организовать на молитву чтобы все участвовали все понимали, что вот надо стоять и молиться друг за Богу все пройдут иногда, говорит, подходил и просто говорил ну, я все видел ну, ты уже 20 раз свою записку прочла ну, все, ты уже исповедовал ну, давай еще давай ее разорвем все все, ты уже Богу сказала все спокойно, давай иди к тебе иди, почищайся так как ты видел всех то, с чем стоит мы сейчас вышли из алтаря после причастия и вот удивительное счастье что там я как-то не понимала внутри жизни я ну, вы знаете мое состояние я предложили мне лечиться я уже как искать лечиться прекрасных врачей и я начал это это лечение без исковедения и без причастия я почистился за несколько на полтора недель и вот в какой-то миг я почувствовал что я не могу без исковедения без исковедения и тогда когда Господь открыл то Царствие Божьего рядом со всем мы призовели мы по-небесу что Царствие Божьего царе мы сейчас почистились вот отца и мы сейчас удивительно счастливый народ и вам с вами не надо сказать ничего подойти сюда помолиться Господу вот там он близко от меня слева покаяться если боюсь слезы а потом уйти сюда потихонечку и Господь уничтожился без исковедения и Господь удивительно прощается он простил мне он помог причаститься послужить он вас простит потому что вы может неизмеримо лучше чем я если стоящий на закат на на целье говорил вам и Господь утешит нас и тогда мы будем Царствие Божьего нас внутри когда мы встретим его и Господь скажем Господь слава тебе что ты в это похоже и тяжелое время не отринул нас и мы за наше краяство простил нас он прощает кто-то братец его он все слышит шепни про себя чтобы никто не слышал кто-нибудь он услышит нас и обязательно дарит нас великим милости поэтому я снова-снова призываю вас покаримся попросим прощения угодников Божиих у священного Владимира которого памятник праздник у всех новоучков российских чьей крови полито земля нашего страдания и чья кровь пиет неотомщение а милости поэтому я еще раз прошу всех молиться друг от друга прощать прежде всего врагов личных прощать ненавидящих обидящих но дорогие за веру православную за Россию нашу стать твердо и не бояться врагов Россия и Отечества а бороться с ними молитвою и прежде всего образом жизни потому что вопрос о том как ближним помочь простой ответ есть стань сам таким как ты хочешь чтобы был и тогда помочь служение батюшке во время литургии было необыкновенно благоговейным поражало искренность с которой он стоял пред престолем предельная правдивость которой служил ощущая себя в присутствии Христа один иеромонах рассказывал своим чадом о литургии отца Владимира как совершая ее он плачет скрывая это от сослужащий помню насколько он был строг во всех богослужебных контекстах служба старался всегда служить по полной мерке фодореволюционным добрым образцам богослужебных богослужебных веков иерарх приступ во веки срок вас и всех прослав истян датумен господь бог во царстве сонет всегда приступ и во веки веков и во я и ПЕСНЯ 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 МУЗЫКА ПЕСНЯ Чтобы причаститься, тебе нужна еще одна исповедь. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Как искусен враг, если ему удается уловить в своей сети даже добрых, искренних людей? Вспоминается тот шквал недоброжелательности, зависти, клеветы и прямой ненависти, которые перенес батюшка. Никогда никому он не рассказывал об этих испытаниях. Родные узнавали обо всем только от посторонних. Даже после смерти отца Владимира его не оставило негативное отношение к нему некоторых людей. Однажды одному больному человеку было предложено почитать начальные главы книги «Пасхальная память». Каково же было удивление, когда этого человека затрясло от одной мысли, что он может протянуть руку к этим страницам. Лицо было искажено от нескрываемой ненависти. Чего только в жизни батюшки не было, кем только его не называли. В том числе и колдуном. А колдуном праведника называют те, кто сами этим делом балуются. Незадолго до его болезни ему подбросили черного ритуального петуха без головы. Перед революцией открытки выпускали. Стоит раввин и держит черного петуха с головой ненавистного для них человека. Готовится к жертвоприношению. Отец Владимир прибежал из церкви. Во дворе стоит целлофановая сумка. Он занес ее в дом. А там оказался черный окровавленный петух без головы. Недаром он царя приславлял. Бесов возгонял. Безнадежных приводил к покаянию. И другие колдовские штуки против батюшки творили. Такая к нему была ненависть преисподних сил. Вспоминает раб Божий Геннадий. Не забуду, как он сказал. Это же счастье, когда на тебя напраслено возводят. Гонения воздвигают. За это надо Бога благодарить. И вы благодарите. Это самое высокое. Я, признаться, в первый раз видел, как человек действительно с радостью терпит, со светлым лицом Бога благодарить за такие, казалось бы, страшные вещи. Читать-то об этом читали. Но вот своими глазами дорого увидеть. Это его завет всем нам на последние времена. Не избегать искушений, не бежать от несправедливости и вражды, а во всех испытаниях, даже когда зло захлёстывает нас, как поток, сохранять в сердцах чистоту, тепло, искренность и любовь. Есть люди, которые как будто призваны постоянно переносить недобрые к себе отношения. И только пока они хранят в сердцах любовь, до тех пор они неуязвимы. Завещала государиня Александра Фёдоровна, терпевшая всю свою жизнь изощрённую клевету. Рассказывает духовная дочь отца Владимира Татьяна. 15 января 2000 года, в день преподобного Серафима, батюшка, несмотря на страшное истощение, он весил 38 килограмм, излучал на всех нас свою неповторимую любовь и ласку, дары преподобного батюшки. В праздник крещения Господня он был безулыбчив. Строг, сосредоточен. Никто не знал, что отцу Владимиру предстоит принять на следующий день монашеский постриг. Окончилась трапеза. Батюшка присутствовал на ней чисто символически. Уже несколько месяцев он не мог есть, как обыкновенные люди. Рак в последней стадии был диагностирован в сентябре. Проходимость желудка – считанные миллиметры. Все разошлись. За столом осталось несколько человек. Отец Владимир прервал общую беседу и спросил, повернувшись ко мне, «Как относятся к проблеме идентификации вашей знакомой священники?» В то время с этой темой я была мало знакома. В Москве еще стояла тишина. «Теперь хочется добавить предгрызовая». И я ответила, по-разному. Кажется, все это не обязательно относится к печати Антихриста. Надеемся, до нее еще далеко. «При первом взгляде на вещи можно увидеть и так», – отозвался батюшка. «Знаю мнение известных пастырей. И вчера казалось, что все это очень здраво, трезво. Но сегодня много новых сведений. Самые замечательные люди могут быть недостаточно информированы или дезинформированы». Получил письмо от духовного сына из Горноалтайска. Там пытаются насильственно присвоить идентификационные номера. В противном случае грозят увольнением с работы. Батюшка опять помолчал. Вдруг повернулся к святому углу и заговорил повышенным голосом с невыразимой болью. Мы стихли, понимая, что он обращается уже не к нам. «Как же я могу?» – сказать ему, не брать. Это был вопль смиренной души. Как последний неключимый раб попрошал батюшка. «Вот у меня здесь полный стол». И он обвел рукой длинный стол обширной трапезы. Это производило тем большее впечатление, что он уже месяц и питался считанными глотками соков в день. Хотя, как и прежде, здесь продолжали кормить многие. «У меня полное изобилие, а я должен написать, что в конце концов ему придется отказаться от всего». Опираясь локтями на стол, в позе неизбывного горя батюшка погрузил лицо в ладони. Со страхом и благоговением мы присутствовали при молитве, обычно скрытой за дверями кильи. Беззвучной огромной силой обращенность к Богу была исполнена великим страданием, о неведомом для нас и предстоящем всем нам. Этот поток боли и живого, обжигающего душу сострадания относился не только к человеку, который просил в письме решения отца. Это был крик о помощи для всех, кому придется встать на путь лишений, голода и гонений. Происходило то, что трудно вместить в слова. Мы ощущали себя вслед за батюшкой, пылью и прахом пред Богом. Быть может, в эти минуты он просил Господа возложить будущую ношу своих духовных детей на себя. Одновременно это был беззвучный вопрос. Вдруг, возможно, да мимо идет чаша сия. Три-четыре минуты батюшкиного молчания казалось бездонными. Потом он воспрянул, выпрямился и твердо, без доли сомнений, произнес. Но нет, брать нельзя. Если есть 666, брать нельзя. Мы поняли, что он получил ответ. Батюшка был первопроходцем для всех нас, христиан последних времен. Считают родные отца Владимира. Подвигом своего умирания он явил образец того, как можно любить Бога, помогать другим и благодарить до последнего вздыхания, находясь в муках голодной смерти. Благодать Божия не оставила батюшку до конца. Находясь на одре, во множественных письмах, которые непонятно, как он находил силы писать, батюшка цитировал старца Паисия Святогорца, активного противника и борца против идентификации. В последние годы жизни отец Владимир широко распространял молитвы против печати Антихриста. Батюшка говорил, Бог хочет, чтобы расцвела неповторимой индивидуальностью каждая человеческая личность. Дьявол жаждет сделать нас бессильными, безвольными на добро, холодными и безвлекими. Дьявол мечтает пересоздать человека, сделать из раба Божия, собственного раба, послушную марионетку, превратить человека в античеловека, беса человека. Всех своих духовных чад отец Владимир не благословлял брать идентификационный номер и все последующие за ним электронные документы. Поражающее воображение всеохватной возможностью слежки влияния на физическую, умственную, душевную и духовную жизнь человека. Он говорил, сегодня компьютерные возможности приступили к грань фантастики. Человек, взявший в руку карточку с микросхемой, не сможет каяться, так как будет руководим через компьютер слугами Антихриста и не найдет в себе духовных сил отказаться от печати, ибо, как говорят старцы, от него отступит благодать Христова. Поэтому сейчас, как никогда, нам нужны покаяния и молитва, чтобы сразиться со злом. Послушник одного старца, встретив на пути еврея, поддался его уговорам и произнес, допустим, что я не христианин, после чего опять исповедовал Христа Богом о себя крещеным. Но его старцу было открыто, что благодать Божия при слове «допустим» отошла от ученика. «Это ответ тем», — говорил отец Владимир, «которые считают, что номер и смарт-карту они примут, а печать не примут. Идентификационный номер брать нельзя ни в коем случае». Батюшка сокрушался. «Они хотят создать на земле царство подданных сатаны. Сегодня решается, с кем мы хотим остаться и что выберем, ад или царствие небесное». В 18-м году, в начале века, а может более тратические времена, чем в начале прошлого века. Почему? Потому что, во-первых, ябл сейчас не скрывает свои личины. Во-вторых, власть принадлежит в основном безбожникам. И в-третьих, мы с вами, и об этом неоднократно говорили и с этой кафедры, мы слышали, что идет война, прежде всего, против православия. И дьявол не остановится на какой-то полупобеде, не остановится на каких-то своих успехах. Он будет идти до конца, потому что он понимает, что придет последняя битва, о которой сказано, что дьявол, антихрист, может победить только временно. Только временно он одержит победу, но в конце концов свет победит тьму, и Христос придет во славе Судии. Прежде всего, в нас с вами православие. С 7 февраля 2001 года, в день ангела батюшки, за месяц до годовщины дня его представления, послушница Серафима Дивеевского монастыря приснился сон. Вижу отца Владимира, бросилась к нему с главным вопросом. Батюшка, что с идентификационными номерами? Не брать ни в коем случае, произнес отец Владимир. И не бойтесь, главное, ничего не страшитесь. Бог верных своих подкрепит. Твердо стойте в вере и в верности Христу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Иди застала DimaTorzok Ну и пр Гдеśк crustа бjam Commission Добро дикт High Siv Saya roger Дадим в Аз außer medication в Азазарии Сurephrase Дадим в Азовную Субтитры создавал DimaTorzok Вспоминает раба Божья любовь из книги «Пасхальная память». Батюшка помог мне серьезно осознать и принести покаяние в грехе цареубийства. Кстати, он один говорил на эту тему в храме. Поняла, как он любит царя и его семью. Я не знала, что надо каяться в собственной конкретной вине пред государем. Понимала это тяжкое преступление, но как покаяться не знала. И вот он мне на первой же исповеди сказал несколько ясных, веских фраз на эту тему и спросил. Осознаешь это, понимаешь? И снял с меня грех, за что я ему очень благодарна. Сын приехал из Москвы, я его с этим к батюшке, потом дочь меня навестила и ее к нему. Как важно для России, что батюшка говорил с народом о русской Голгофе постоянно. Он дал мне живое чувство, кровь его на нас и на детях наших, доколе не придет к покаянию весь наш народ. Покаяться в своем отступлении, канонизировать государя и его семью, значит признать, наконец, на деле наше желание опять руководиться Богом. Возрыдать исповедую то, что отринув имя Святой Руси мы пошли поклоняться и служить врагу Божию, ненавидящему Творца и нас всех его детей, лютой ненавистью. Так неустанно учил нас отец Владимир. И государь Николай не оставлял своего верного служителя, покровительство которого особо проявлялось в последние месяцы жизни батюшки, дни особого его страдания, бескровного мученичества. Вспоминает матушка Ирина Шикина. В сентябре 1999 года у отца Владимира диагностировали опухоль желудка с подозрением на онкологию. Мы не хотели делать операцию. Одно было важно – понять и исполнить волю Божью. Батюшка молился государю. По благословению отец Владимир с матушкой Ириной посетили святые места Петербурга. Побывали у Николая Гурьянова. Старец с любовью похристосовался с отцом Владимиром и сказал, «Беги бегом, Бог даст тебе врача, и все будет хорошо». Московские врачи, пригласившие отца Владимира на глубокое обследование, пришли к выводу. Единственное, что вам поможет – сухой голод. Он очистит организм, и метастазы могут уйти. Сухой голод, без воды, смачивание уст, умывание и без единого слова. Общение с записками. На шестой день у батюшки появилась сильная слабость. На девятый день голодания батюшка написал мне записку. «Матушка, я не могу без причастия, не могу без причастия, не могу без Господа». Не просил воды или еды. Он просил причастия. Пришел отец Анатолий из Андроникова монастыря. Прилетел легкий, светлый батюшка. И два с лишним часа отец Владимир ему исповедовался. Я вошла, они обнялись, оба в слезах. Это было потрясением, и для моей души исповедь на новой глубине. Батюшка за эти девять дней выстрадал и подготовил. Отец Владимир очень сильно похудел. За одиннадцать дней он потерял, это при его весе, пятнадцать килограммов. Неумело вывели его из голода. Рекомендовали много соков на третий день салаты. А у батюшки полная непроходимость. Начали жуткие боли. В первом медицинском институте знакомый хирург потребовал «Немедленно на операцию, гарантирую вам успех, как верующий врач». Но мы отказались. На мое колебание батюшка ответил «Нет, матушка, Господь мне даст что-то другое». Несмотря на безмерную ослабленность и стержность болезнью, ему обещали исцеление, но он отказался. Если бы не обретенная духовная высота, он мог бы склониться перед авторитетом врача. Но нашел силы сказать «нет». Получили ответ от архимандрита Кирилла Павлова из Лавры. «Отец Владимир получил ваше письмо. Считаю необходимым благословить вас на постриг». Отец Владимир принял монашество 20 января 2000 года, в день празднования собора Иоанна Предтечи. Последняя служба батюшки была на усекновение главы Иоанна Предтечи, учителя покаяния. Батюшка неформально был связан с ним. Сколько людей привел к глубокому раскаянию. Батюшка неформально был связан с ней. Батюшка неформально был связан с ней. Батюшка неформально был с ней. И поэффк遲area дальность, судоброй его ноэффик prediction шамили. Во время пострига отца Владимира стали еще очевиднее его непомерная истощенность, физическое бессилие. Он опоздал к намеченному часу в храм Рождества Божией Матери. И матушка Ирина боялась, что он не сможет дойти, батюшка еле приставлял ноги. Когда его подстригали, казалось, перед нами была одна батюшкина душа, уже только душа. Отец Владимир был столь изнурен, невесом, непонятно, какими силами он держался. Иногда становилось не по себе от мысли, что он может умереть прямо здесь. Но после пострига он уже шутил, вызывая улыбки монашествующих, утешал всех пришедших. Выйдя из храма, где все совершилось, поздно вечером отец Владимир очень медленно, без сопровождающих, дошел до Троицкого собора. Дальнейшее записано со слов дочери батюшки. Она поведала эту тайну благодаря рассказу дежурной Инокине. Здесь отец Владимир припал к святым мощам преподобного Серафима и долго плакал, повторяя одну фразу. «Батюшка, помоги моему успению». Ребенок делился с потрясенным сердцем, иначе это было невозможно воспринять. Ведь всем казалось, что отец Владимир верит в свое выздоровление. Этой верой держались бесчисленные люди в разных городах и весях, не позволяя себе усомниться. Бог исцелит его, он нужен стольким людям. «Господи, сотвори это чудо! Нет невозможного для тебя!» Но оказывается, отец Владимир и в этом не обманывал себя. Своим облегченным взглядом на диагноз, внешней непринужденностью, он помогал всем нам вынести месяцы его болезни. Знал, что ему предстоит умереть и очень скоро, и готовился к смерти. За полтора месяца до кончины, 7 февраля 2000 года, в день ангела отца Владимира, память священно-мученика Владимира Киевского и Галецкого, в дом отца Владимира была привезена чудотворная икона царя Николая. Приезд не обнародовали, но скрыть это событие, конечно, не удалось. В дом хлынули толпы народа, пришли отцы, отслужили молебен, люди шли нескончаемым потоком. Сам отец Владимир отслужил пред святыней бесчисленное число молебнов. Каждый получал из его рук акафист и царскую икону. Происходило настоящее прославление государя. В это время была назначена конференция, посвященная канонизацию, которую отменили. В Дивеево же произошла духовная канонизация, народное прославление царя. Спасибо большое. Я хочу вас миленькие поблагодарить. За любовь, которую я почувствовал поход в своих недугах. Для этого я жил, вытужил, радовался. Радятся два плоска. И когда услышал, услыхал врачей о своем недуге, сначала у меня было незумение вызвало, а потом был подсказь травм. Без страха остался моей неготовности перейти в мир. И я обнаружил бездну, а потом я должен похорониться. И тогда вот этот милог не стал возникнуть и к Богу, и к Божьей Матери. Я склонусь, что очищу, как я люблю царя. Я только на словах его любил. Было время, когда я из-за радиоудейства умалчивал. Я в этом хочу распакаяться. И царю-батюшке, великомучнику, и перед вами также попросили вас прощения. Я ощутил удивительную любовь к Господню, Божьей Матери, угодников Божьих. И, конечно, людей, которые отбужали меня и дали. И отец Андрей, который здесь, первый пришел сюда, когда мы молились царю-батюшку о вразумлении нас. Мы немножко, конечно, растеялись семья наша. И вдруг у нас все гармонично стало случаться в нашей жизни от того момента, когда мы обратились в царю-батюшку. У нас все пошло так, люди добрые и дочери говорят, пусть у нас звучат слава Господня. Мы попали к старцам, которым должны были попасть, которые благословили нас на дальнейший путь. Мы успокоились и стали молиться те люди, которые молли о здравии. А я стала молиться о том, чтобы просить прежде, что просил мне на еврехи. И царь-батюшка просил мне на еврехи, это я помню, потому что было время, когда я не стала слышать его помощь, ощущать его помощь. А мы, надо вам сказать, ощущали помощь постоянно. Ну, хотя бы взять то, что нас везли в Питере на машине, на которой везли эту икону, которая потом совершала крестный ход, немного вынимала, как вот наша, мы расстрадали на природе. Это не маловажно, это было, как бы, или якобы случайно, на самом деле, это было произволение Господня и молитву царя-батюшки и, конечно, живолова Серафима. И мы, я вас свидетельствую и совестью своей, уже и романашистой, хотя все это мне дано баланс, что Господь никогда не оставляет нас, Он нас слышит. Он, может быть, до шок-то говорил, Он нас слышит. Он скажет, каждое наше воздыхание, и будьте добры, принимайте это вот с полной уверенностью, и это открывается наверняка. И вот как сегодня, как я с Александром сказал, и батюшка Андрея, нам надо сохранить любовь друг к другу, а если приступят на скорби, а они поступают каждодневно, там только мы их не замечаем, и прочим, мы должны с вами, мельники, и уставать, благодарить Господу. И тогда Господь помилует не только нас с вами здесь стоящих, но и Бог нас за наши с вами молитвы, кому-то принесет облегчение. А самое важное, чтобы наша страна российская, и люди, и я, хоть немножко опомнились, и Господь продлил нам с вами, и им, которые стоят вне канавки, и вне чьего-то дела, время покаяния. Это самое важное, что нам осталось всем векциям. Я хочу низкий поклон положить, я почищался, положу и отцу Александру, который внял нашу молитву, отцу Андрею, который посетил эту литру, отцу Силану, и вам, дорогие мои, добрые и любящие, и любимые нами, нашей семьёй, люди. Спасибо Господа в здравие душевного и телесного, и молитвное стояние за души свои, за други наши, и за землю русскую. И ещё, ещё раз, пати-пати призываю, покойте благоверному великому святосердцу Николаю, и верим, что мы скоро будем с отцом Андреем, и с отцом Александром, и с Симсономом, священнослужителем и мирян, молиться ему, как святому, уже вполне спокойно, и церковь наш, который заждались уже царя, батюшка. Славство земного лишения, узы и страдания многоразличия, кровь, притерпелый си, святительство, все даже посвящие от богопоция, Славство земли, великие боговенчаны, царь Николаев, все горды, кучнические венцы, на небе всех, Венчатый, царицы, венчатый, вслухи твоими, Христову, и, Боже, моли, помилуйте страну российскую, и спасти души наши. Великое, величое, величое, страстно чертим, святим, Великое, величое, величие, что стремишь, ученицы, Вельчатый, честное странование вовсов, Великое, величое, величие, вслухи своими, Спасибо, господин. 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 Будьте молиться за детей, детей не оставить. Будьте молиться за родителей, дать не оставить. Будьте молиться за меня, я оставлю вас даже вот там. Будьте молиться за» Восьмого февраля отец Владимир прошёл очередное обследование. Врачи усиленно предлагают операцию, проходимость желудка 2 мм. В эти дни одному из монастырских рабочих было видение преподобного Серафима, который сказал, «Отец Владимир болен смертельно, но он может исцелиться, если будет соборно отслужен молебен пред мироточивой иконой царя в Троицком соборе». Был подан владыке рапорт с просьбой благословить молебен о здравии тяжкоболящего и романаха Владимира. Написали прошение духовной чадо батюшки, 350 подписей, но последовал отказ. Вспоминает матушка Ирина. «Решаюсь ехать в Лавру на прием к архимандриту Кириллу Павлову. Все рассказываю. Он говорит, ну что же, на рожон-то лезть. Отслужите молебен в Москве у отца Александра Шаргунова. Благословил на 19 марта. Возвращаюсь в Дивеево. Батюшка в тяжелейшем состоянии. Никто не советует нам ехать в Москву. Приближается день отъезда. Продолжаю колебаться. Последнюю ночь батюшка видит сон, что он служит Акафис Государю. Я заплакала. Так и будет. Ты доедешь. Мне все не разрешают, твердят. Куда довезешь батюшку? Он еле ходит. Он может в поезде умереть. Но слава тебе, Господи, все состоится. 19 марта совпало с празднованием торжества православия, державной и Ченстаховской икон Божией Матери. 19 марта начинается литургия. По храму идут волны аромата. Икона мира точит в 20 струй. После службы, оберегая еле движущегося батюшку от толпы, его подводят к иконе. Отец Владимир глубоко потрясен. Икона залита потоками мира. В слезах он повернулся к людям, благодарил за святые молитвы. Произнес. Простите меня. Сделал земной поклон. Множество людей, знающих его и незнакомых, со слезами упали на колени. И ты нас, батюшка, прости. После службы все стремились к нему подойти. Оказывается, он всех помнит. Каждому что-то говорит. Сотни людей получили благословение. Днем состоялся крестный ход с державной и миротойчащей царской иконы. По благословению архимандрита Кирилла, отец Владимир с матушкой Ириной поехали в подмосковный военный госпиталь. Вспоминает матушка Ирина. Батюшка в состоянии необыкновенного благодушия. Сажаем в каталочку, а у него ножки волочатся. Ну что с ногами? Говорю я, ожидая, что он сейчас поставит их на ступеньку. Куда же я их дену? Они так и будут болтаться. Ты уж мне их как-нибудь подтолкни. Так весело, весело. Я же ничего с ними не могу сделать, ни поднять, ни переставить. Одна радость. Всецелая немощь и полная победа над плотью. Она не тяготит, не смущает. Она совершенно не нужна. Размещаемся в двухместной палате. Огромное окно. За ним сосновый бор. Батюшка вспоминает одного за другим духовных чат, со свойственным ему участием углубляется в чужие ситуации. Эти последние часы — подарок Божий им государя. Батюшка говорит. А теперь псалтырь. Отвечаю. Я на семнадцатой кофизме остановилась. Прочла три святой и паучий наш. И он дал возглас тихонько так. Як у Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Это были его последние слова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Один из примечательных снов. Матушка Ирия Бе, ставшего священником по благословению отца Владимира, увидела во сне незадолго после кончины ушедшего батюшку. Он был в красном пасхальном облачении. Необыкновенной красоты Митра или корона сияла рубинами на голове. Я по-детски всегда рядом с ним чувствовал себя, как предотцом. Потянулась рукой, почти коснулась этой Митры. Батюшка, а почему такой цвет? Это мученичество означает «да»? Отец Владимир едва заметно улыбнулся и ответил. Да, это означает «мученичество». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во имя Отца, Сына и Святаго Духа Дорогие Отцы, Течной Москвы в имя, сестры, братья и сестры, трудно говорить о человеке, прошедшем во имя, о человеке, о человеке, которым прожил и прослужил почти семь лет, Бог о Бог, предстояв Христову Божию, с которым делились и пища вместе, и в одно время дом, с которым делились радостью, печалями В этом не менее это надо сказать, почему? Потому что не будет как бы выполнен долг, долг, который каждый человек должен сделать и отдать собрату во Христе или сестре во Христе, во Христе. И вот Отцу Владимиру сейчас очень хорошо и мы волнуемся и переживаем не за его участь, а переживаем за себя. И волнуемся и плачем, потому что нам жалко, жалко себя. Жалко потому, что с нами не будет верного друга, верного собрата, который нес крест священческий безропотно. За 7 лет, пока мы с батюшкой слушали, не было ни одного случая, чтобы отец Владимир отказал чем-то кому-то. Несмотря на усталость, насантость. Не было случая, чтобы он как-то выразил недовольствие, проптал на что-то, на тяжелый крест священческий. Когда Бог всем-то недоволен, всегда с улыбкой, говорил, как благословить батюшка. И я скажу, что ему жилось очень легко. Легко, потому что он был сам послушанием, сам послушанием, с собой была радость. И Господь показывает на его трудах, болезненных, на его кончиннике, это мирно-христианской, как он возлюбил. Он как спелый голос отпал в жительницу небесным целям. И у меня, значит, сегодня с утра было такое смятение очень сильное, и жалость, и как бы ощущение горе такого. Но когда мы стали с батюшками переплачивать его, и когда я открыл его лицо, вернее, жалит его, и коснулся его рук, его тела, то я понял, что печалиться не надо. А наоборот надо радоваться, радоваться тому и просить Бога, чтобы Господь как-то вот тоже так дал бы такую возможность, так же угодить Богу. Господь дал такой ему период, чтобы он очистился от грехов своих, ибо нет человека, который бы не жил, был не совершил. Он это с честью выполнил, с честью хранился, и действительно верный рак вошел в радость Господина своего. Я знаю, веру, что отец Владимир здесь с нами, потому что мы действительно, один раз соединившись в учащенное слово, и Слово Божие, никогда уже не разлучимся, ни в этой жизни, ни в будущем. Много, можно сказать, у батюшки в прошедшем времени, благодарить его за все, за его безотказность, потому что, действительно, в жизни, в нашей жестокой жизни, эгоистичной жизни, когда мы день и ночь влюбляем себе пример эгоизма, забот только о себе, батюшка являл собой идеальный образец жертвенного христианина, жертвенного христианина, жертвенного любви. Действительно, на его, как бы, сердце было написано такое слово – жертва. Он жертвовал всем своим временем, здоровьем, ради Христа и любви к Богу, ради любви к ближнему. Часами мог испобедовать, служил, молился Богу. И для нас, конечно, это великая потеря, потому что мы лишаемся такого молитвения, такого подолюца, такого жертвенного христианина, священника. И последнее, что мне хочется сказать, не буду утомлять вас, дорогие, хочу попросить его батюшки прощения, потому что за всех собратьев, за всех, за всех, которые его любили, которые, может быть, не подносились, не совсем, как бы, сопрошел по наущению вража, ибо только враг может внушить мысли людям мерзкие такие, которые, как говорится, лились некоторым, таким потоком на него. Есть такая русская пословица – конец всему делу венец. А вот, действительно, мы видим, что, действительно, он венчан венцом этих, монашеский постриг, христианская кончина, последний Тургей, прежде всего, дорог, который он почитал Замкот и молитву. И вот здесь, также, вернее, находится, лежит его тело. Тело его лежит. Это персть, земля. А душа его, она находится здесь и смотрит на нас, радуется. Я думаю, что ему очень радуется, потому что, судя по его лицу, и судя по, действительно, по его расположению, это действительно Господь и его милость. Милость. Ибо, когда мы находились в комнате, я почувствовал, что, как Бог свят, как Бог милосерд, как Господь милует нас грешно, как Господь действительно глубоко и сердечно любит нас, любит нас. Нам только стоит пожелать, забить Бога. И те все боли, и все несчастья, все скорби, которые здесь, на земле, они, действительно, сейчас уже для батюшки кажутся, таким непчевным. Я думаю, даже он сейчас думает, что же я такой глупый был. Вот искал чего-то, хотел, как говорится, что-то там такое, как его скорбил. Сейчас бы я еще поскорбил, еще столько же, дальше больше бы. Потому что такую радость, которую он получил сейчас от Бога, она действительно запомнила все страдания, все скорби. И вот, дорогой Славим, мы просим тебя прощения всем. Благослови нас, помолись о Роспите Солом Божием, и желаю тебе Царства Небесного, и личной обители. И фреет навстречу в воскресенье Мертвых. Аминь. Аминь. ОН СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Христос воскресе, дорогие братья и сестры. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Батюшка, он действительно пасхальный батюшка, который он никогда не унывал, он всегда улыбался и дарил радость людям, всегда говоря, Христос воскресе, радости моя, как преподобный Серафим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Хочу рассказать о батюшке Владимире, как вот он мне помог попасть к батюшке Василию Новикову, Челоспасской Тульской области. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда я ходила в Дивеевский храм, ну, когда говорила батюшкам об ИНН, о шестерках, о кошерной пище, они мне говорили, но где твоя вера, ты возьми, зачеркни, покраписывай, покрести, вот и все, это отойдет, и кушай смело, и не обращай ни на что внимания. Вот, но меня это очень тяготило, и потому что я приехала сама из Приморской епархии, в которой был архиепископ Вениамин Владимир Стосовский Приморский, который не благословлял принимать паспорта в свою епархию. И у нас постоянно там была проповедь о том, что нельзя ИНН принимать, но про кошерную пищу мы тогда еще не знали, конечно. Вот, то есть по духу мне было очень тяжело. Я, когда выходила из храма, я всегда шла поклониться на кладбище монастырское всем там лежащим, мощами там, вот, и батюшке Владимиру Шейкину. Всегда в могилочке у него я просила, чтобы он мне послал пастыря в истине стоящего, который бы мог меня понять. Вот, и так вот я попала к батюшке Василию. Когда я пришла один раз домой, мне Ирина говорит, что, Татьяна, поедешь в Нохопёртв сначала, чтобы тебе стоили тождества личности твоей, потому что ожидается проверка документов. А вот, ну, так как меня уже один раз снимали с поезда, поэтому я побоялась и сказала, что я ни за что никуда не поеду. Вот, тогда она созвонилась там со своими знакомыми и сказала, чтобы я ехала на Соборовне к отцу Василию в Тульскую область. На что я тоже категорически дала отказ, потому что боялась куда-то выезжать. Вот, и когда уж я уходила к тебе в комнату, то услышала слова Матшкирины, что, Татьяна, езжай в село Спаское к отцу Василию. Он отец с большой буквы, в истине стоящий. И меня это удивило, потому что я вспомнила, что я ходила к отцу Владимиру и просила, чтобы он мне вымолил Отца Духовного в истине стоящего. И я переспросила, на самом деле это так. Она сказала, да, езжай, не пожалеешь. И так вот я попала к отцу Василию. С помощью батюшки Владимира. Его молитвами, это я не сомневаюсь совершенно, его молитвами. И сколько раз я ездила к отцу Василию, совершенно, я очень больна, и совершенно у меня не было силы. Я когда приходила на могилку к отцу Владимиру и просила у него помощи, чтобы мне доехать. И я чувствовала, что эта помощь мне посылалась по молитвам батюшки Владимира и его, наверное, самим помощью. Вот, и еще был случай такой, доказательство его святости. То, что я стояла в соборе Пресвятой Троицы. Там такой, когда вышла после службы, впереди меня шел мужчина маленький, он даже бежал на кладбище, и за ним женщина. Он ее буквально тащил за арку. И когда я уже подошла, он ей говорил, ну я стала в стороночке, чтобы мне мешать, он ей говорил, ты что, не слышишь благоухания? Ты слышишь, какое благоухание идет от могилки, от лампадки батюшки Владимира? А она стоит и говорит, нет, я не слышу, я не чувствую. Он несколько раз ей это повторил, как же ты можешь не чувствовать благоухания? Она говорит, я не чувствую, а он чувствовал это благоухание. Вот, и когда они отошли уже, я подошла тоже к лампадке батюшки Владимира, наклонилась, переложилась к кресту его, и понюхала, и тоже не почувствовала никакого благоухания. И тогда я сказала, я недостойна, бабуша Татьяна, что почувствовать благоухание, потому что я совершенно бережна, погляну в греха, и недостойна. И в этот момент я услышала, почувствовала благоухание, несказанное, несказанное такое, я не знаю даже какой это был запах, но он шел именно от лампадочки батюшки Владимира, мне было укрепление, грешное обея, такое было послано. Это вот свидетельство лично о мне, ну, и думаю, что по молитвам батюшки Владимира я попала в дом к матушке Ирине, которая прожила три года. От матушки Ирины уже к батюшке Василию, да? К батюшке Василию, но когда я у батюшки Василия побыла первый раз, я уже у меня, я совершенно, у меня, мне хотелось к батюшке Василию, потому что там действительно был отец большой боком. А вот ты говорила еще тоже, тебе женщины другие рассказывали, да, что тоже по молитвам к отцу Владимиру, как бы просили истинного пастыря, молились к батюшке, да, отцу Владимиру. Батюшке Владимиру ходили с его книжечкой, вот, батюшке Владимиру, пасхальная память, и буквально попадали к отцу Василию, и потом просто удивлялись. Святый батюшка Владимир Девиевский, моли Бога у нас грешных, спаси Господи. Во славу Божию, во славу батюшке Владимиру. В случае, когда мне рассказали Боголюбову, монахиня, у нее был рак кожи на лице, вот такое онкообразование, и было принято решение, что ей нужно делать операцию, оперироваться. Ну, она идет бочки к Петру, и говорит, бочка Петру, вы пословите, я пришла книгу, пословите мне память, и так что-то мне хочется, бочка тоже вот от рака ушел, так мне хочется кинула могилку, все-таки, как бы, человек все это прошел, страдал, вот, и имеет за разновение тоже помогать всем больным такой же болезнью, поэтому так, ну, прямо, сердце просит съездить Девиеву, по канавочке пройти, батюшке, просить его молитву, благословение преподобника у моего, отцу Владимиру, батюшка благословляет, отца, ну, хорошо, съездит. Вот она, дитя, приехала, пришла на могилку, конечно, поплакала, отец Владимир, вот так и так, помоги, операция предстоит, взяла эту земельечку, взвернула платочек, с собой забрала. Ну, в келью пришла, на гостеревую гостинницу, положила этот платочек под щеку свою, и уснула. Утром, говорит, просыпаюсь, смотрю, а у меня все, у меня кожа чисто белая, знаете, то есть вот такое вот чудо исцеления, и операция не помогает, это действительно факт. Еще одна тоже рассказывала, говорит, прислали мне земельку, вот у тебя от батюшки Владимиру присылали по письме, а у меня, говорит, косточка была, лично, в суставе. Ну, я так, говорит, без особой даже веры, ну, думаю, прислали, прислали, земельку приложу, то же самое, привязала ее, и вот так вот, надела с ней, потом вот отнимаюсь, и шишка прошла. Вот, вот такие вот чудеса, у меня же папачка через земельку свою, вот такой помогает, называется. Так что ты, что есть, то есть, то есть, всякий приказ. Таких иногда даже в житейских ситуациях, тоже одна рассказывала знакомая, говорит, она реставратор сама, и помогала с иконочками в монастыре, их поселили в монастырской гостинице, в монастыре рядом, там, в монастырском соборе, в монастырской гостинице. Ну, она говорит, мы с дочкой пошли, куда-то там, по делам, по деле, гулять, ключи потеряли. Ну, я думаю, ну вот, ну какой позор, в монастырской гостинице, сейчас приду, ключи потеряли, скажут, и так вас поселили сюда, значит, вот, вот, так исключение сделали. Вот, бесплатно поселили в монастырскую гостиницу, а вы теперь ключи потеряли. Ну, она говорит, мы к преподобному уже бегали, все, все, бегали, к магазину бегали, куда мы ходили, везде нет ключей. И я, говорит, прихожу к батюшке Владимирову, с таким дерзновением, значит, и говорю, батюшка, ну, если ты святой, то все ты видишь, вот, найди нам ключи, пожалуйста, не можем мы найти. С такой дерзостью, значит, если ты святой, ну, и опять пошли искать, опять пошли к тому же магазину, в котором мы, и смотрим, лежат на зеленой траве, это ключи. И смотрели, побежали, бабочка, благодарим тебя, и довольны, и побежали. Так же, вот, тоже, один раб, позже, говорит, зимой приехала сюда, ну, велосипеде за речной как-то поближе ездить, значит, ну, велосипеде решит поехать, рукавицы нет, попросил у соседки, вот, такие хорошие рукавицы, вот, одну рукавицу потерял, тоже такой расстроенный, подхожу, говорю, батюшка Владимировна, представляешь, как стыдно, вот, взял у соседки рукавицы, нет, все, переискал, переездил, ну, помоги мне, пожалуйста, помолилась, все, говорит, подхожу, рукавица, наградки, ой, только что, вроде, проходил, висит, вот, таких даже житейских ситуаций, батюшка, вот, все, говорят, он очень скоро поможет. Вот, ну, еще хочу сказать, что многие спрашивают, снится ли батюшка, да, вот, это, как бы, так, и хочу сказать, что, как бы, из светоотеческой литературе отражается, что обычно родственникам не снится, особенно, вот, женам, как бы, батюшке, других, да, ну, даже, вот, дочки мои, может быть, твоей, как говорится, замусоренности, греховности, такой, как бы, я, вот, шкуп, вот, так вот, явно, чтобы какой-то сон там выполнился, нет, не видела. Я ощущаю очень, конечно, помощь и заботу, безусловно, вот, ну, так, чтобы в каких-то снах, может быть, я сама, такой, по природе, не мистикой, не люблю этого всего, вот, снув этих расшифровок, вот, ну, а дочке могу сказать, что Лидочке снился, она еще маленькая была, она, батюшка еще, когда была 10 лет, ну, такой случай тоже, по-моему, тоже в книге отражен, что мне всегда было некогда ей заниматься, я научилась в музыкальной школе, вот, у нее должен был быть экзамен по сольфеджио, я помню, что она пришла, у меня, как всегда, люди, там, гости, она говорит, мама, тебе даже нет, когда со мной поучить, вот, со мной у меня завтра диктант по сольфеджио, вообще я не готова на экзамен, и как я буду завать, в общем, она плакала, сила, говорю, ну, нет, придусь к возможности, ладно, ну, что, буду в больнице только, все, ну, она ложится спать, утром просыпается, говорит, мама, мне папа приснился, и говорит, ну, что ты так переживаешь, получишь ты свои пять с минусом, идет он на экзамен и получает ему свои пять с минусом, то есть, вот так вот, все, конечно, удивительно, потом, вот, недавно у нее тоже был такой совершенно удивительный случай помощи, батюшкин, это абсолютно явно, вообще, совершенно сверхъестественная, значит, ситуация была такая, она должна была лететь в Краснодар, она у меня там жила, училась, и приезжала она на день, значит, памяти батюшкин, 23 марта, ну, на парочку дней, значит, потом она, нужно было ей срочно улетать, у нее был экзамен, ну, она уезжает в Нижний Новгород, чтобы там купить билет, значит, на двойной рейс самолета, значит, Нижний Москва, Домодедово и Домодедово-Краснодар, ну, говорит, прилетаю я в Москву, иду переоформлять билет уже на Краснодар, и, значит, регистрация мне говорит, девушка, вы уезжаете вообще-то завтра по билету, говорит, как завтра, ну, да, у вас есть дата на завтра, ну, как же так, не может быть, я только что в Нижнем покупала, именно на сегодня двойной рейс, ну, девушка, надо проверять, мы не проверили, вот у вас, а что мне тебе делать, купать билет на завтра, на седьмой, сейчас, ну, хорошо, давайте, мне, ну, только не продам билет, потому что вы сначала должны разослать свой багаж, и это не очень просто, потому что он сейчас ушел в багажное отделение, потому что по билету вы уже улетаете завтра, поэтому найдите сначала свой багаж, ну, придете во мной билет. Побежала, говорит, я по этому Домодедову, никто ничего не знает, где это багажное отделение, куда уходят эти, так сказать, вещи, которые транзитом бегают, вся уже понимая, что время утекает, уже остается мало времени до посадки, кто-то послал ее, говорит, ну, сходите туда, где вот эти ленты приходят, значит, с багажом, там, значит, вот, может быть, кто-то знает, там сидит, там, есть какая-то комната, что-то, если хотите спросить, ну, бегу или будет по этому полутемному холлу, огромные утилиенты багажные, значит, как раз, никакой самолет не прилетал, значит, пустовато, пробегаю я и вижу, значит, эту самую каморочку, в которую мне надо забежать, прибегаю в эту каморочку, забегаю туда, там какие-то сидят женщины, вы знаете, вот я прилетела, какой-то рейс у меня, и багаж отправили в багажное отделение, мне надо сейчас улетать, мне нужно найти свой багаж, вы не знаете, где это, ну, это вам надо выйти на улицу, там, значит, вот склады, все, и опять я, значит, такая расстроенная, выхожу из этой двери, и во что-то я спотыкаюсь, я присматриваюсь, смотрю, лежит сумка с ручкой, значит, на колесиках, я в темноте огибаюсь, на мою похожую, смотрю в Берочку, у меня написано Шокина Лидия, я говорю, папа, благодарю тебе, дорогой, подаю эту сумку и бегу в кассе, и говорит, мама, ну, как это может быть, ну, я же только что пробежала, и, понимаешь, это вот, чтобы я вышла с двери, я споткнулась об эту сумку, я прибегаю, браю билеты, говорю, да вы что, вы уже нашли, я говорю, ну, да, она там была, где Ленка, ну, девушка, этого быть не может, ну, так, ну, так, ну, что тут скажешь, то есть она говорит, конечно, папа меня просто, вот, все в ситуации сложные, очень много было, я сейчас просто последняя, это, вот так, вообще, конечно, мы очень чувствуем его помощь, саботу, любовь, вот так вот все в чудесах живем, ну, а по сравнению, в чудесах, конечно, вот, надо будет рассказать по письмам, потому что очень много людей писывает песни с рассказами о помощи, один рассказ был такой, что девочка лежала в больнице, приснился ей батюшка, она говорит, мама, мне приснился какое-то священник, говорит, приезжай ко мне в Дивеево, она говорит, ну, спросим у нашего батюшки, где такое Дивеево, попросили у батюшки, там в каком-то северном городе, он говорит, есть такое Дивеево, там батюшка Серафим, вот, у нас, наверное, батюшка какой-то приглашает, поезжайте, вот, когда они выписались, приехали сюда, пошли на службу, первый день ее видят, второй день ее видят, нет этого батюшки, хорошо запомнило, нету его, вот, нету и нету, а то пошли они на источник, Батюшки Александры. А там раньше у нас стояли такие, продажи были, они стояли такие лотки с книгами, продавали на улице книги православные. Вот они так проходили, остановились около этих лотков. Вдруг она как заречит. Да вот же он, вот же он, этот батюшка. Она в книжке говорит. А что это за батюшка? Она говорит, ну, это батюшка Зевейский, но он умер давно. Да вы что, он приснился мне живой. Он говорит, ну, живой, покупайте книжку, читайте. То есть вот так вот. То есть у батюшки, конечно, сейчас совершенно невероятные возможности. Видит всех страждущих. Вот так вот, как он при жизни, так сказать, вот так вот. Молнеобразно клинился в жизнь вообще, там все менял, разумлял. Так вот сейчас вот после смерти то, что помогает все удивительным образом. Так что, дейдет Бог в святых слоях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok